Друзья, всем привет! Вы на канале ММА Ревью. И сегодня у нас разбор боя, который вы так долго ждали. И про который все больше и больше говорит огромнейшая фанатская база ММА. Всем известно, насколько выбыл Хабиб и что вернется примерно в ноябре. Также Дана Уайт ясно дал понять, какой следующий бой ждет Конора МакГрегора. А что же для Тони Фергюсона? Этот красава, который давным-давно заслужил титульник, будет простаивать? Нет, он с этим не согласен. Уж если титульник пока невозможен, Тони хочет громкий бой. А его соперником может стать Макс Холлоуэй по прозвищу Благословленный, который собирается подняться в новую весовую и поприветствовать любого соперника из топ-5. Сказать, что заруба будет зрелищной, ничего не сказать. Подписывайтесь на канал и поехали к разбору. Вау, хорошая работа, Макс. Мое уважение тебе. Мне такое зрелище нравится. Наслаждайся своей победой, Макс. Хабиб продолжает бегать от меня. Давай с тобой устроим бой. Большие новости для фанатов UFC Конора МакГрегора и самой надежной компании Париматч. Париматч подтвердил подписание контракта с международным чемпионом UFC Конором МакГрегором, который не боится смелых вызовов и всегда заряжен побеждать. Побеждайте с лучшими. Все ссылки в описании. Макс Холлоуэй. Про него уже неоднократно говорили. 26-летний гавайец. Чемпион полулегкого дивизиона. Идет на серии с 13 побед подряд. В последнем бою в доминирующем стиле разобрал Брайана Артегу и завершил бой техническим нокаутом. Плюсы Макса это его ударка. В стойке Холлоуэй невероятно хорош. И размениваться на верхних этажах с этим парнем я бы точно не советовал. Также боец очень стойкий и имеет отличную кардиоподготовку. Макс провел за карьеру 23 боя. Одержал 20 побед. 12 из них были досрочные при трех поражениях. Тони Фергюсон или же Эль Кукуй. Что в переводе означает бабайка. Которая приходит во сне ко всем бойцам перед боем с ним. А если серьезно, это сумасшедший волевой боец. Который идет на серии из 11 побед подряд. Финишируя почти каждого своего соперника. И показывая кровавые бои. Плюсы Тони это его нестандартная ударная техника. Высокий уровень джиу-джитсу и кардио. Провел же он за карьеру 27 боев. Где одержал 24 победы. 19 раз закончив бой досрочно. При трех поражениях. Начиная же разбор. Как всегда с самого начала. Немного антропометрии. И пару слов про выносливость. Самое что интересное. Что оба бойца имеют внешнюю схожесть с друг другом. Оба одного роста. Но физически, как мне кажется. Тони будет чуть крупнее и сильнее. Ведь этот мужик раньше бился в полусреднем весе. Да, он выиграл ультимейт файтер. Где был настоящим полусредневесом. А Макс же поднимается из полулегкого дивизиона. Также Тони Фергюсон имеет преимущество на 15 сантиметров в размахе рук. Холлоуэй же в свою очередь младше Эль Кукуя на 7 лет. И про выносливость. Тут не сложно. Оба соперника имеют отличную кардиоподготовку. И смогут провести 5 раундов в очень хорошем темпе. Теперь же куда более интересный момент. Это навыки отдельно каждого из бойцов. И кто в чем больше преуспевает. Начнем с ударной техники. Макс имеет отличную технику бокса и великолепно держит удар. Будет идти вперед. Затягивать в свои многосерийные размены. И тоннажом ударов просто уничтожать тебя. Тони совсем не хуже. Его тайский бокс. Колени, локти. Дарят каждый раз новые сюрпризы его соперникам. Тони постоянно идет вперед. Также любят зарубаться и рассекать все, что движется. Посмотрев их крайние бои можно представить, что если они зарубятся в октагоне фанаты будут смотреть этот бой стоя. Но по итогу выбирая фаворита все же я отдам небольшое предпочтение Максу. И лишь потому, что этот парень очень стойкий и никогда не был потрясен. А вот Тони все чаще и чаще падает в своих последних боях. И зарубившись в центре октагона уверен, что Эль Кукуй уснуть не уснет, но на канвасе окажется первой. А теперь же, что касается канваса. И это значит, что мы перешли к борьбе. Если в каком-то из случаев Тони будет на настиле и Макс кинется добивать Фергусона, то что это у нас? А это, конечно же, ловушка. Очень много боев Тони закончил именно в таком ключе. И к этому мужику вообще не стоит суваться, если он лежит на спине. В партере все просто. Макс хорош в защите. Но и Тони не однобокий борец. Он не будет яростно охотиться за тейкдауном. Но если дело все же дойдет до партера, шансов у Макса там не будет. Артега не смог ничего придумать в четвертом раунде с Холлоуэем, лишь потому, что был дико уставшим, мокрым, потрясенным и со сломанным носом, который сломали ему еще в первом раунде. А вот Тони парень куда крупнее, сильнее физически и в борьбе с ним шутки плохи. Я считаю, что в этом противостоянии заберет победу Тони Фергусон. И не поймите неправильно, его нельзя назвать явным фаворитом. Но это другая весовая категория, с этим нужно считаться. Плюс, мне кажется, можно увидеть картину, как в бою Тони и Петтиса. Уверен, что Тони в обоюдном размене окажется первым на канвасе. Но явным нокаутером Макса назвать нельзя. Он редко кого отправлял на канвас в полулегком, а в легком это будет сделать еще тяжелее. А если же дело дойдет до Партера, там у Макса шансов выжить точно не будет. Именно поэтому считаю, что Фергусон в таком бою победит Макса досрочно. Вот такой вот просто грандиозный бой. Один идет на серии из 13 побед подряд, другой из 11 побед. Крылатые яркие пахари сойдутся в октагоне, и промоутеры UFC просто обязаны подарить такое зрелище фанатам. Пишите обязательно, что думаете по поводу этого боя, кто же одержит победу? Молодость и стойкость, или же безбашенность и джиу-джитсу? А автор самого креативного комментария получит 2000 рублей. Итоги подведем ровно через неделю. А у меня же на сегодня все. Уверен, вам ролик понравился. Поэтому обязательно поддержите его своим мощным бойцовским лайком, и конечно же подписывайтесь на канал. Всем мир и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok